Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы хотим вас познакомить с одним из замечательных салатов. Как-то на одной из узеньких улиц столицы Болгарии, города Софии, мы забрели в кафе и попробовали там изумительный салат. Название его мы не запомнили, к сожалению, но воспроизвести его полностью смогли. Поэтому этот салат теперь мы называем Софийский. Так, для приготовления салата вам понадобится непосредственно салат айсберг, один помидор, один болгарский перец, тыквенные семечки, вяленая клюква, гранатовый соус на шарап сладкий, бальзамический уксус и оливковое масло. Нам надо салат айсберг порвать небольшими кусочками и выложить на тарелку. Лариса нам сейчас покажет, как это сделать. Вот так вот нещадно рвем бедный айсберг и крошим его на тарелку. После этого помидор и перец надо порезать тонкими дольками и выложить на листья салата. Естественно, вырезал плодоножки. Вот такими вот ломтиками режем половинку перца. Из помидора вырезаем тоже плодоножку и режем его тонкими дольками. Теперь всю эту красоту выкладываем на тарелочку поверх листьев салата. До получения вот такого вот красивого блюда. Теперь все сверху все это посыпаем подсушенными семечками тыквы и промытыми вялеными ягодами клюквы. Семечки тыквы Лариса подсушила на сухой сковородочке. Сколько ты их кушала? Посыпаем все сушеной клюквой. Вкус, друзья, поверьте, этого салата изумительный. И приступим к приготовлению соуса. Гранатовый соус маршраб. Бальзамический уксус и оливковое масло тщательно смешиваем. Лариса берет по столовой ложечке, как мы видим. Масло больше. Две столовые ложечки. Или три столовые ложечки. Три столовые ложечки. Итого масло три столовых ложечки. Над шараба одна столовая ложечка. И сколько будет бальзамического уксуса? Неполная столовая ложечка бальзамического уксуса. Солим по вкусу. Тщательно перемешиваем. Теперь нам осталось полученным соусом залить салат непосредственно перед подачей на стол и перемешать. Перед подачей на стол поливаем нашим соусом салат. И тут есть два варианта. Можно его теперь перемешать, а можно и не перемешивать. Соус хорошо пропитает. Он такой достаточно густой получается. Маслянистый. Он как бы обволакивает все продукты, которые находятся в салате. И, собственно говоря, я считаю, что перемешивать не стоит. И вот так вкусненько кушать с тарелки, накладывать в тарелки друзьям, гостям или себе в конце концов. На этом, друзья, все. Салат очень вкусный. Пробуйте, оставляйте под видео отзывы. Подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успехов, друзья. Пока! 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 Пока!